Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Министр просвещения Ганибисинбаев высказался о продлении учебного года в школах. По его словам, он против отмены лишней недели. Лекарственные растения могут исчезнуть из Казахстана. Об этом заявили в Минэкологии. Но возникает вопрос, почему? Сотни спасателей и техника задействованы в тушении пожара в Абайск области. Лесная зона в регионе горит уже третий день. Министр просвещения Ганибисинбаев высказался о продлении учебного года в школах. По его словам, он против отмены лишней недели. Чиновник объяснил, что лишняя неделя была введена по опыту развитых стран, таких как Финляндия. Но там ученикам не ставят оценки, не проводят экзамены и при этом у них высокие результаты. А в Казахстане, как признался министр, результаты неутешительные. По мнению родителей, вместо того, чтобы продлевать учебный год, министерству нужно пересмотреть содержание уроков, систему подготовки учителей и оценку знаний. Потому что в школах педагоги просят детей сдавать учебники. И лишнюю неделю дети ходят в школу просто так. Минпросвещение же указывает, что благодаря продлению учебного года они смогут сократить количество уроков в день. Это снизит учебную нагрузку, утомляемость и заболеваемость ребенка. В качестве еще одного аргумента чиновники приводят международный опыт. Считается, что в Казахстане одни из самых длинных летних каникул. У нас результаты ПИЗы говорят о том, что необходимо особо уделить внимание на развитие и качество образования. Мы просмотрели мировой опыт, особенно тех стран, которые мы часто с вами знаем, это Финляндия и другие страны ОСР, сколько вообще длится учебный год. До сегодняшнего дня, до этого учебного года, у нас учебный год составлял 34 недели. Сейчас, соответственно, чтобы привести в соответствие стандартам ОСР, сделать нагрузку на учеников, уменьшить, мы, значит, принято было с экспертами решение в прошлом году. Как вы только что слышали, министр упомянул Финляндию. Действительно, согласно международным исследованиям, финские школьники показали самый высокий в мире уровень знаний. Они также самые читающие дети планеты. Невероятно, что при таких высоких результатах школьники действительно проводят наименьшее количество времени за учебу. Но в Финляндии господствует принцип равенства и доступности качественного образования. В Казахстане же уровень малокомплектной сельской школы, где временами преподают люди без квалификаций, и уровень элитной столичной гимназии с профессорами иностранцами отличается, как арба от майваха. Но министр все равно выступает против отмены лишней недели. Продление учебного года, оно из чего исходит? Из того, что, во-первых, было в прошлом году огромное, значит, предложение от родителей, чтобы дети были больше возле родителей, и сделать учебную неделю пятидневными. Соответственно, когда мы оптимизируем занятия субботних дней, они как бы переходят на пять дней. Это приводит к увеличению нагрузку ученикам. Но эксперты говорят, значит, мы должны, если перейдем опять на 34 недели, тогда мы должны отказаться от пятидневного учебного дня. Я и с родителями сейчас тоже общаюсь, говорю, как вот выбрать. Или же третий выход, мы должны тогда сокращать часы математики, физики, английского языка, русского языка, казахского языка. Вот три выбора. Эксперты полагают, что местному образованию действительно не хватает инфраструктуры. Для оборудования школы нужны деньги. Во-вторых, у местных педагогов небольшая зарплата. А в той же Финляндии педагоги получают несколько тысяч евро. И главное, почему наши школьники не хотят учиться, а у них желают. Потому что в финской школе преподают только то, что действительно может понадобиться в жизни. Так устройство доменной печи, например, не пригодится, его и не изучают. Зато финские детишки с детства знают, что такое портфолио, контракт и банковская карта. Умеют высчитать процент налога на полученное наследство или заработанный в будущем доход. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Лекарственные растения могут исчезнуть из Казахстана. Об этом заявили в Минэкологии. Незаконный сбор и хищническое отношение губят природу. В связи с этим регулярно вводят новые меры и методы борьбы с теми, кто наживается на растениях. Об этом и не только говорили специалисты на брифинге. Казалось бы, что тут обсуждать, но растения и растения. А на деле тут крутятся миллиарды тенге. Взять хотя бы солодку – самое популярное средство, которое любят за рубежом. В Японии и в Китае, например, целые заводы изготавливают растения из ее корня. У нас солодка тоже в ходу, особенно к ней неравнодушны нелегальные сборщики. Например, с 2018 по 2022 года бюджет республики потерял порядка 4 миллиардов тенге из-за этого. Вот и считайте, насколько цены для нас лекарственные растения и не только по здоровью. Новый закон о растительном мире как раз и был призван бороться с нелегалами и должен навести порядок, сказали спикеры. Они в основном заготавливаются в южных регионах страны. И в среднем ставка платы составляет 100 тенге на 1 килограмм. Если взять, то на 40 тысяч это выходит около 4 миллиардов тенге. Важным вопросом в этом деле является и экспорт. Популярны наши солодка в Турции, США, Китае. С 2018 по 2022 годы в КНР поставили около 40 тысяч тонн корня солодки. Заодно нам разъяснили причины введения платы за пользование растительным миром. Введение платности за растительный мир – это вопрос целесообразности. Те сборы, которые будут поступать для пользования растительным миром, они в последующем будут использованы для воспроизводства и увеличения площади и количества дикорастущих растений. Всего растительный мир республики составляет более 6 тысяч видов древесно-кустарниковых и травянистых растений. Из них около полутора тысяч лекарственных растений. 390 видов занесены в Красную книгу. Также более 700 видов являются эндемичным. То есть нигде, кроме Казахстана, они и не растут. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Закон о растительном мире и налоги, с ним связанные, вызвали недовольство депутатов. Вместо того, чтобы ограничивать людей по сбору лекарственных растений и грибов, лучше бы занялись вредными продуктами, высказались мажористмены. Что именно предложили обложить налогом и почему забота о природе, выраженная в законодательном акте, вызвала столько споров и обсуждений, расскажем в следующем сюжете. Налог на сбор ягод и грибов вызвал недоумение у народного избранника. У нас этим занимаются старики. Что ж теперь, привлекать их к ответственности за это, вопрошает депутат. Тут ему пришла гениальная идея – давайте обложим налогами не грибы, а фастфуд. Из кого правительство собирается взимать налоги? С них, что ли? И их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы? И эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, при том, что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется. Кроме того, это новшество имеет высокие коррупционные риски и социальную напряженность. Очевидно, что правительство не умеет разбирать проблематику и, соответственно, принимать меры, которые могут давать эффективную отдачу. Вся вредная еда должна быть обложена налогами. Вот и в Европе, и в Америке, например, уже ввели подобные сборы на вредную еду. У нас тоже говорили о налоге на газировку, но дело пока не сдвинулось. И там, где его ввели по миру, до 70% производителей, продавцов продуктов питания снизили содержание вредных и облагаемых дополнительным налогом компонентов. Мы полагаем, что правительству следует повышать налоги как раз на вредные для здоровья продукты, а не на полезные, как ягоды. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос применения налога на вредные продукты, а семьям с низким уровнем дохода предоставлять ваучеры, на которые они будут приобретать полезные продукты. Надо внедрять несомнительные, а разумные налоги, используя для страны людей. В Комитете госдоходов пояснили, что плата за сбор дикорастущих лекарственных растений, ягод, грибов и за орехи уплачивается только на территории лесного фонда и заповедника. А это всего 11% территории республики. Хотя они везде собираются по республике, а налоговый кодекс привели в соответствие с появившимся законом о растительном мире. И поэтому с 2024 года плата будет заниматься и за заготовку дикорастущих растений, собираемых вне данной территории, то есть вне заповедников и лесного фонда. При этом необходимо учитывать, что плата уплачивается при заготовке только для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, то есть для предпринимательских целей. При сборе для личного и домашнего пользования плата не уплачивается. Ставка платы устанавливается маслехатами за килограмм сбора дикорастущих видов растений, а уплата производится ежеквартально. В бюджет по месту заготовки не позднее 20-го часа месяца, следующего за кварталом, налоговой отчетности нет. При этом в Комитете госдоходов напомнили, что инициатива принадлежит Минэкологии по закону в целях защиты растений. А вообще налоги всегда вызывают оживленное обсуждение. Например, всего несколько дней назад еще один депутат предложил альтернативную схему – налогообложение со ставкой, привязанной коэффициенту налоговой нагрузки по сферам и назвать данную систему налог с оборота. А еще в пилотном режиме ввести данную систему налогообложения в какой-нибудь отрасли и посмотреть, к какому эффекту это приведет. А вот какие результаты могут быть после этого. 100% увеличение собираемости налогов, значительное увеличение поступлений в бюджет, сокращение штатной численности органов в государственных доходах до 80%, значительное снижение нагрузки на судебные органы власти, вывод из теневого оборота отраслей, упрощение налоговой отчетности и налогового администрирования, сокращение штатной численности бухгалтеров, многократное увеличение зарубежных инвесторов, рост благосостояния населения страны. Ну а пока депутаты ждут письменный ответ по налогу от премьера Смаилова. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК-42. Сотни спасателей и техника задействованы в тушении пожара в Абайской области. Напомним, третий день горит лесная зона в регионе. Все силы брошены на борьбу с огнем. Площадь и горение леса составляет уже более 3,5 тысяч гектаров. Ситуацию в Абайской области прокомментировали сегодня в МЧС Республики. Режим ЧС будет объявлен в районе природного пожара в Абайской области. Об этом сообщили сегодня в правительстве, а ситуация находится на особым контроле. Развернута работа оперативного штаба. На тушении лесного пожара задействовано 201 единицы техники, 8 вертолетов МЧС, Минобороны и Каза авиалесоохраны. А также один пожарный поезд и 852 человека личного состава. Режим ЧС будет объявлен именно в районе возгорания, а угрозы населенным пунктам нет. Однако в целях безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам. Также на сегодня мы еще дополнительно к 11 часам туда перебрасываем еще два вертолета с южных регионов. Итого там у нас авиация в количестве 10 единиц. На данное время ситуация уже на контроле. Угрозы населенным пунктам нет. В первые дни возникла угроза в трем населенным пунктам. Вот санаторий Березовка и подхоз Березовки за благовременно местными исполнительными органами и сотрудниками органов полиции. Были эвакуированы жители, имущество все под охраной. Лесные пожары всегда очень сложные, сказали в МЧС. Тушение осложняется порывами ветра. Изоболоченной местностью это затрудняет движение тяжелой техники. А еще сухая погода и высокая температура – все началось со степного пожара со стороны Российской Федерации. Пожар носит такой уже, можно сказать, затяжной характер. Третьи сутки мы тушим, но на сегодняшний день, в принципе, уже на контроле держим. Общая площадь пожара составляет 3500 гектаров. Это реальная угроза, сказал премьер. Только вот на прошлом совещании говорили о пожарах и снова вернулись к этой теме. Главное, что опасность для населенных пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для Акимата, Министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии. Минэкологии совместно с МЧС необходимо провести ревизию территории резервата Семей-Румане, чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара. Смаилов также выразил благодарность другим регионам республики, которые оказывают помощь области Абайи и направили все свои силы и технику. На случай экстренной эвакуации подготовлены три эвакуапункта в селе Бородулихо на 331 место. Работа по тушению лесного пожара продолжается и находится на особом контроле. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Лучшие юристы и адвокаты Казахстана окажут гражданам бесплатную полноценную юридическую помощь. Мероприятие пройдет в рамках общереспубликанской акции «Народный юрист», цель которой – повысить правовую грамотность населения. Отметим, что вместе с адвокатами к акции будут подключены нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов и другие. В Уральске горожане смогут получить необходимую консультацию 26 мая в 16 часов по адресу улица Маншук-Маметовый, 81, дворец студентов. Продолжаем выпуск. Ремонт дороги по улице Мухита в Уральске выполнен на 70%. Об этом сообщают в городском отделе ЖКХ. Проект поделен на четыре этапа. Сейчас работа и близится к завершению. Дорожные ремонты проводятся на отрезке от пересечения с улицы Сарашик до проспекта Абая. Средний ремонт дороги по улице Мухита начался 13 мая. Подрядчиком выступила дорожная компания ТО «Адаларна». На ремонт дороги предусмотрено 218 миллионов тенге. По плану срок ремонтных работ – два месяца. Но подрядчик планирует сдать объект раньше обозначенного срока. Сейчас на участке улицы Мухита от пересечения с улицы Сарашик до проспекта Абая мы срезаем старый асфальт. Далее укладываем новый. Уже завтра до конца дня мы планируем полностью завершить участок. На объекте у нас задействовано 15 единиц техники. Работает 20 человек. Ремонт дороги, как обычно, создал неудобства водителям и пассажирам. Временно изменилась схема движения пассажирского транспорта. Автоостные маршруты передвигаются по улице Хурмангаза. Вот этот отрезок закрыт на сегодняшний день. От Сарайшиха до Ихсанова. Напомним, в целом в текущем году запланирован ремонт дорог на 9 магистральных улицах. После завершения работ на улице Мухита примутся за ремонт дороги на проспектах Абая и Назарбаева. Марина Горбук, Нурман Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42. 240 автомобилей злостных нарушителей, не оплачивающих штрафы, выдворены на специализированную стоянку в Уральске. Такие данные приводят сотрудники полиции по итогам оперативно-профилактических мероприятий Борышкер, проведенных в текущем году. С помощью системы Сункар СмартКохау установлены почти 3000 правонарушителей, у которых имелись задолженности по штрафам за нарушение ПДД в количестве более 3000 на общую сумму более 26 миллионов тенге. Отметим, что очередной ОПМ на территории области организовано в период с 22 по 25 мая. По словам полицейских, некоторые правонарушители пытаются уйти от ответственности. Например, в ночь на 25 мая был установлен и задержан мужчина на автомашине марки «Тойота» с подложными номерами с неоднократным нарушением скоростного режима. За три дня проведения мероприятия сотрудниками полиции области взысканы 473 административных штрафа на сумму 7 миллионов 755 тысяч тенге. Буквально сегодня ночью из транспортного потока был установлен и задержан правонарушитель на автомашине марки «Тойота» с подложными номерами, трижды допустивший нарушение скоростного режима на общую сумму 103 тысячи тенге. И теперь он, помимо штрафа за нарушение скоростного режима, будет подвергнут административному аресту на пять суток и лишен права управления транспортными средствами на один год. За управление транспортными средствами с подложными госномерами всего с начала года задержано 15 таких пронарушителей. Данная работа будет проводиться на постоянной основе. Свыше 30 человек погибло в ДТП в текущем году в Западно-Казахстанской области. Такие данные приводят сотрудники департамента полиции за период текущего года. В области зафиксировано 98 дорожно-транспортных происшествий. С целью предупреждения аварии на дорогах, стражи порядка проводят акции, направленные на повышение бдительности участников дорожного движения. Ежегодно по всему Казахстану происходит порядка 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 2000 человек. Западно-Казахстанская область – не исключение. С начала текущего года в регионе произошло порядка 100 ДТП, которые унесли жизни 31 человека. Число дорожно-транспортных происшествий растет, поэтому сотрудники полиции в очередной раз решили напомнить участникам дорожного движения о бдительности и ответственности на дороге. Колонна безопасности движения проехала по центральным улицам города. Департамент полиции по Западно-Казахстанской области требует от водителей соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, правила маневрирования, правила обгона и встречного разъезда. Любую трагедию можно предотвратить, если принять необходимые меры. До лета остается несколько дней. Это значит, что среди участников дорожного движения становится все больше школьников, которые легко могут угодить под колеса автомобиля. 50% наездов пешеходов – это все-таки вина, конечно, самих водителей, но и вина тех, кто переходит дорогу в неустановленных местах. И вот данная колонна призывает водителей и пешеходов, то есть всех участников дорожного движения быть бдительными, внимательными, осторожными. Разбитые машины – это демонстрация того, как человек просто необдуманно нарушил правила дорожного движения и чем это закончилось. То есть те машины, которые сейчас проезжают на эвакуаторах, водители там скончались при совершении дорожного транспорта происшествия. Сотрудники местной полицейской службы настоятельно рекомендуют водителям не нарушать элементарные правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, быть внимательными при совершении маневров. От этого зависит жизнь всех участников дорожного движения. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобякинов, ТДК-42. За последние пять лет в Западно-Казахстанской области утонуло 102 человека, в том числе 28 детей. Об этом сообщили в департаменте ПУЧС области. Купальный сезон в республике открывается 1 июня. В связи с этим специалисты напомнили о мерах безопасности. Ясная теплая погода влечет к водоемам страны и взрослых, и детей. Организовывая свой отдых, необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. В целях предупреждения гибели людей на водоемах департаментом ПУЧС совместно с местными исполнительными органами проводятся комплексные работы. Но самым главным фактором, влияющим на оперативную обстановку, зачастую становится сам человек, который переоценивает свои силы и недооценивает уровень опасности, находясь у воды. С началом сезона отпусков и канюкл в жаркие летние дни многие семьи будут проводить время у водоемов. Но у этого вида отдыха есть, помимо положительных моментов, и негативная сторона. Зачастую во время отдыха у водоемов граждане, особенно дети, пренебрегают элементарными правилами безопасности на водоемах. Взрослые после употребления алкогольных напитков идут купаться в водоемы. Дети, оставшись без присмотра взрослых, устраивают опасные игры на водоемах. Всё это, к сожалению, приводит к печальным и непоправимым последствиям. Статистика гибели людей на водоемах в Западноказахстанской области пугает. Только за последние пять лет погибло 102 человека. Это показывает, что в год погибает порядка 20-25 западноказахстанцев. Перед купальным сезоном спасатели проверили дно водоемов и очистили пляжи от посторонних предметов. На опасных и не оборудованных для купания местах по области установлено 307 запрещающих знаков и 77 информационных стендов. В департаменте у нас разработаны специальные памятки с QR-кодом, которые можно при помощи современных гаджетов посмотреть меры безопасности на водоемах. Также в целях повышения ответственности родителей разработана была памятка с отрывным талоном, который мы направили в управление образованием и при проведении родительских собраний с каждым родителем будет проведена соответствующая работа под роспись, чтобы они провели соответствующую работу со своими детьми и не оставляли их без присмотра, а также правила поведения детей у водоемов. Также заместитель начальника департамента ПЧС Западноказахстанской области отметил, что в целях обеспечения детской безопасности в управлении образованием имеется 32 каркасно-модульных бассейнов. Из них 11 будут функционировать в детских лагерях и 21 в пришкольных лагерях. Отметим, для реагирования на чрезвычайные ситуации во время купального сезона подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей. Альбина Каленова, Олег Писаренко, Аймурад Джекапар, ТДК-42. В Уральске во Дворце культуры Атамикен прошел фестиваль, посвященный 30-летию международной организации тюркской культуры «Тюрксой». В фестивале приняли участие артисты и художники турецкого объединения, а также известные деятели искусства региона. В Уральске прошел международный фестиваль, посвященный 30-летию организации «Тюрксой». Цель фестиваля – пропаганда дружбы между тюркскими народами, обогащение духовного мира, демонстрация дружбы между тюркскими государствами через произведение искусства, признание культурных ценностей тюркского мира и формирование общего культурного пространства. Мы – турки и казахи, братский народ. У нас единое происхождение, схожий язык, обычаи и культура. Считаю, что мы должны передавать нашу историю и культуру молодому поколению и обогащать культуру турецкого народа. Я очень рад побыть на казахской земле. В рамках фестиваля прошли пресс-конференции, мастер-классы, выставка художников, а также праздничный концерт. Очень нравится. На втором этаже выставка. Сейчас идем смотреть прекрасный зал, который у нас наконец-то построили в городе Уральске. Давным-давно должно быть такое здание красивое, чтобы мы могли принимать гостей. Стоит отметить, что данный фестиваль проходил в Уральске с 17 по 23 мая. Дана Керимбаева, Эбулла Джекапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Казахстан. Осведомленность работников группы компаний «Казакгаз», в частности, о необходимости использования ремней безопасности и снижения травматизма при дорожно-транспортных происшествиях. Хотим всех призвать, соблюдать требования техники безопасности. Всегда пристегнуть ремни безопасности и безопасной езды. В необходимости соблюдения элементарных правил дорожного движения мог убедиться каждый участник мероприятия. С помощью специального конвенсора, оборудованного водительским креслом и ремнем безопасности, каждый мог ощутить на себе силу удара при скорости 10-12 км в час. Если не пристегиваться ремнем безопасности, даже при такой скорости можно получить серьезные травмы. В основном наше предприятие производство филиала «Уральс Каз-Трансгаз-Мунемдире». Транспортная организация занимается эксплуатацией транспортных средств. Для этого мы его и используем в целях безопасности наших работников и работников наших заказчиков. По данным статистики, только в прошлом году в стране было зарегистрировано свыше 13 с половиной тысяч ДТП, в которых пострадало около 20 тысяч человек. Соблюдение элементарных правил дорожного движения поможет сократить число пострадавших. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»